Здравствуйте! Сегодня в нашем пресс-центре начальник управления надзорной деятельности и перфилактической работы главного управления МЧС России по Омской области, полковник внутренней службы Максим Новиков. Поговорим о пожарной безопасности во время отопительного сезона. Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Осень – это такое время, в которое зачастую происходят возгорания из-за использования отопительных приборов. Насколько это утверждение актуально для Омской и Омской области? С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода действительно возникают риски возникновения пожаров от отопительных приборов. Это мы говорим об отопительных печах индивидуальных жилых домов, это электронагревательные устройства. Ну и, конечно же, здесь присутствует всегда человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. А все-таки, если, может быть, вдаваться в статистику, что показывает? Чаще именно человек является виновником или, может быть, ну, скажем так, техника не самого лучшего качества? Да, если рассматривать причины возникновения пожаров, то на первом месте всегда остается человеческий фактор – это неосторожное обращение с огнем. С понижением температур, когда люди начинают обогреваться, соответственно, топят печи, ставят электричество, то, значит, статистика распределяется следующим образом. Порядка 70% случаев – это неосторожное обращение с огнем, практически 30% – это электрооборудование, неисправность и неправильная ее эксплуатация, и остальное приходится на печное отопление. А вот по поводу, скажем так, да, 30% вы говорите, это связано с приборами именно некачественными. Есть какие-то рекомендации от ведомства МЧС, как не попасться на некачественный агрегат? Конечно, выбирая электронагревательный прибор, тем более электрический, в первую очередь надо обратить внимание, чтобы на целостность данного прибора обязательно прочитать инструкцию по применению, а не в процессе уже применения начинать ее изучать. Соответственно, данные нагревательные приборы должны быть целостны, не должны иметь вмятин, каких-то повреждений. Также электрические приборы должны быть оборудованы электрорегуляторами по защите от температуры и, соответственно, ее регулирования. А вот, ну, грубо говоря, цена, качество работает в данном случае или, ну, не обязательно, там, чем выше стоимость, тем хуже качество? Такое может быть? Ну, наверное... Сталкивались, скажем так, с таким вот... Конечно, более дешевые электронагреватели, конечно, там и элементы, сами нагревающие устройства, они больше подвержены риску, конечно, там, выхода из строя, соответственно. Я думаю, что здесь цена и качество, оно, конечно же, влияет на качество прибора. Затронули с вами уже тему статистики. Вот хотелось бы понять, скажем так, по количеству произошедших возгораний. Вот, допустим, 2020 год уже были ли именно в осенний период? Ну и, соответственно, может быть, вспомнить 2019 год. Как там обстояли дела? В 2020 году, действительно, это был сложный год по возникновению пожаров. Мы наблюдали, особенно весной, то есть с наступлением ранней весны, это тенденция к увеличению пожаров, это ранняя весна, соответственно, увеличилось количество ландшафтных пожаров. Если говорить о том, то, что при подготовке к осеннему периоду, конечно же, мы возвращаемся опять к тем же вопросам, это риски и угрозы возникновения ландшафтных пожаров. То есть здесь бы я, конечно, хотел бы в первую очередь обратить внимание на то, что при ландшафтных пожарах возникает угроза опять перехода пожаров в леса, в населенные пункты. В связи с этим обратить наших граждан на то, чтобы защитили свои домовладения. Это элементарные такие вещи, как очистка от сухой растительности. Уже с прицелом даже на весну, когда у нас тает снег, и, соответственно, эта сухая растительность остается, и в населенные пункты может прийти беда. А вот что касается именно пожаров, скажем так, связанных с некачественными приборами, неправильной эксплуатацией приборов, вот такие случаи зафиксированы? На сегодняшний день данные случаи пожаров, они еще единичны, но они уже возникают, потому что увидим, что у нас осень еще такая достаточно теплая, но уже понижение температуры к ночи, конечно, люди начинают отапливаться. Насколько я знаю, сотрудники МЧС проводят довольно активную профилактическую работу с гражданами, даже ходят, скажем так, в рейды. Как конкретно выбираете объекты, семьи, по которым будут проходить ваши сотрудники и работать с населением? Значит, действительно, очень много профилактической работы, инструментов, подходов именно мы проводим в рамках осеннего периода. В первую очередь, конечно же, мы обращаем внимание на многодетные семьи, на пенсионеров, инвалидов, неблагополучные, скажем так, в социальном положении семьи. Куда мы приходим и доносим элементарные требования пожарной безопасности. Впервые мы столкнулись с профилактической работой дистанционной. Особое внимание мы уделяем работе детской. В образовательных учреждениях, детских, дошкольных учреждениях разработано много памятных, листовок, обучающего материала совместно с Министерством образования. Данные материалы направлены в образовательные учреждения, чтобы дети могли дистанционно получать задания, читать наши требования, правила пожарной безопасности. Что необходимо делать, в первую очередь, если, не дай бог, случилась беда в виде пожара. А вот профилактическая работа в дистанционном формате, я правильно понимаю, что это в связи с пандемией? Ну, конечно, конечно. А если вот, ну, не секрет, немного о том, как именно она проходит, то есть обзваниваете? Ну, я вот повторюсь, возможно, мы разрабатываем целые видеоролики, уроки, которые направляем в образовательные учреждения. В рамках уроков, там, ОБЖ, безопасности жизнедеятельности, классных часов данные уроки, то есть обращение государственных инспекторов по пожарному надзору, то есть доводятся до родителей, детей, в том числе и на родительских собраниях, и изучается подробная проблематика. Ну, то есть дистанционно имеется в виду, это именно работа с общеобразовательными учреждениями, да, массово, то есть не индивидуальный характер? Не, ну, в том числе здесь мы как бы рассматриваем это средства массовой информации, это интернет-сайты, да, куда мы стараемся больше данной информации направить, и чтобы все граждане могли, то есть эта информация была доступна, и все граждане могли с ней ознакомиться. Это также работаем с управляющими компаниями, на квитанциях, на доске объявлений вывешиваем данную информацию, поэтому, ну, как-то вот так на сегодняшний день приходится адаптироваться. А вообще, как оцениваете вот эти профилактические меры, принятые ведомством? Ну, люди, скажем так, прислушиваются, уменьшается ли статистика, да, со временем? Да, здесь мы можем только судить, конечно же, это по нашей оперативной обстановке и по основным показателям оперативной обстановки. Это количество пожаров, это гибель людей на пожарах, детей, гибель травмы, соответственно. Как показывает статистика, в 2020 году незначительно, но удалось добиться снижения количества пожаров, в том числе и на объектах, многоквартирных жилых домах, жилых домах, многофункциональных центрах с массовым пребыванием людей. Конечно, допущена, к сожалению, гибель людей на пожаре, но при этом на 30% случаев она меньше, в том числе и детской гибели, в том числе и травматизм, примерно цифры одинаковы, поэтому, но здесь мы можем только дать нашим профилактическим мероприятиям оценку только вот по таким цифрам. Ну, то есть в целом динамика на улучшение есть, да? Конечно. Я так понимаю, планируете продолжать дальше? Эта работа у нас ежедневно продолжается, мы не останавливаемся, потому что это постоянная наша работа. Вы говорите, что работаете и с многодетными семьями, и в том числе и с неблагополучными, а вот вообще, скажем так, статистика пожаров, да, вот во время использования отопительных приборов, где чаще, кто больше подвержен, скажем так, жители частного сектора или в многоквартирных домах тоже ситуация такая, это не редкость. Скажем так, что в целом, конечно, чуть-чуть преобладает больше индивидуальное жилье, это частный сектор. Там пожаров действительно происходят больше по причинам неисправности электрооборудования, так как электрика, которая в домах смонтирована, она действительно, необходимо ее менять, потому что на сегодняшний день электрических приборов у нас много, нагрузка, соответственно, на электросети больше. Это у нас микроволновые печи, духовые шкафы, электронагревающие приборы. Поэтому здесь, конечно, мы видим небольшой рост больше в индивидуальных жилых домах. Я вот вспоминаю случаи из прошлых годов, скажем так, у нас нередко мошенники пытаются воспользоваться различными ситуациями, в том числе были случаи, когда, скажем так, люди приходили домой кому-то, представлялись сотрудникам МЧС, даже корочки какие-то там красные показывали, да, ну и, соответственно, некоторые на это ведутся, в связи с тем, что, да, не осведомлены, как отличить сотрудника МЧС от мошенника, вот в этой связи можете пару рекомендаций дать, чтобы не попасться на уловку? Да, действительно, мошенники, они с определенной периодичностью появляются, поэтому здесь, конечно, наши граждане хотел бы предупредить, что если мы говорим про индивидуальное жилье, то оно действительно, оно неприкосновенно, и даже сотрудник без специального разрешения там без, не может войти, соответственно, в квартиру. Никаких коммерческих услуг по продаже каких-либо там приборов защиты, там, в том числе и от пожара, сотрудник государственного пожарного надзора, ну и в целом МЧС не может предлагать, он может только проводить профилактическую работу. Ну а, скажем так, хозяин дома, собственник, он имеет право попросить у сотрудника МЧС удостоверение, но пора рассмотреть его? Конечно, то есть при общении с сотрудником МЧС любой гражданин должен спросить удостоверение, удостоверение у нас всегда с собой. По любым интересующим вопросам, в принципе, любой гражданин может обратиться в отдел государственного пожарного надзора, спросить о рейдовых мероприятиях, будут ли они проводиться, кто проводит рейдовые мероприятия. Поэтому здесь данные мероприятия у нас, они фиксируются, и мы, скажем, мы ли их проводим. Максим Николаевич, я вот тоже вспоминаю, опять же, прошлое. Хотел уточнить, вот раньше сотрудники МЧС, вот, скажем так, приезжали в частные дома и могли установить сигнализации противопожарные. Вот сейчас эту деятельность ведомство ведет? Значит, Главное управление МЧС России по Омской области вышло с ХД Тайсен в правительство Омской области по установке датчиков обнаружения пожаров, ну, скажем так, автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Соответственно, данное мероприятие было правительством Омской области поддержано, и, соответственно, датчики с ГСМ модулями устанавливаются в многодетных семьях, то есть определили определенный подверженный круг семей, они устанавливаются. Данные датчики могут извещать о пожаре в случае его возникновения 6 абонентов, в том числе и выводятся, и сразу без воздействия человека в пожарную службу. Но они устанавливаются также на безвозмездной основе, или надо что-то доплачивать? Ну, это, та категория семей, она утверждена, им устанавливаются они на безвозмездной основе. В принципе, данные датчики любая гражданин с целью защиты своего жилья может установить, приобрести, установить. Ну, соответственно, он как, звонит, да, я так понимаю, в ведомство, или он самостоятельно этим занимается? Нет, данные датчики, они достаточно свободно продаются в организациях коммерческих, которые оказывают услуги по монтажу систем противопожарной защиты. Ну, а как вообще показывает практика, они действительно эффективны, помогают? Да, конечно, они эффективны. У нас зафиксировано около 200 случаев, когда действительно были подтверждены возникновения пожара, были своевременно направлены силы и средства по тушению, то есть и спасению людей. И поэтому при сработке данных датчиках у нас ни один человек не погиб. Максим Николаевич, ну и, наверное, напоследок хотелось бы вот от вас, как от сотрудника МЧС, услышать пару рекомендаций для жителей Омска и Омской области, как, собственно, да, как нужно правильно пользоваться приборами, чтобы не стать жертвой пожара. В первую очередь я хотел бы здесь обратить внимание граждан на элементарные требования пожарной безопасности. Если мы говорим о печах, значит, их необходимо подготовить к отопительному сезону. Элементарно просто визуальный осмотр, проверить их на целостность, на отсутствие трещин, посмотреть разделки, разделки это, где труба проходит межэтажные перекрытия, потому что зачастую там происходят скрытые щели, где при воздействии температуры, конечно, и перекала печи, соответственно, горючие материалы начинают тлеть, и, соответственно, больший процент людей, которые погибают на пожарах, они задыхаются, скажем так. Поэтому здесь надо ее побелить, соответственно, и при топке оно покажет, где какая щель, соответственно. Ну, также не перегружать электросеть, электроустановками. В первую очередь необходимо провести с детьми занятия, что, ну, элементарные вещи объясняют, что спичеки детям не игрушкой, что огонь, он наш друг, и он наш враг. Поэтому, я думаю, эти все требования любая женщина знает, ну, и бережно относиться к своему имуществу и, соответственно, к окружающим себя людям. Также я обращаю внимание наших граждан, что самодельные электронагревательные приборы, они запрещены. Ни в коем случае не применяйте их в быту. Максим Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам, что вы нашли время озвучить данную проблематику, потому что она действительно, данная проблема есть, и хотелось бы всех граждан обезопасить. Вам спасибо. А я напомню, это было интервью с начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Омской области, полковником внутренней службы Максимом Новиковым. Меня зовут Филипп Лебедь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин